Всем привет! Меня зовут Нобольская Ксения, я преподаватель биологии. И сегодня я расскажу вам, в какой последовательности нужно проходить темы, чтобы облегчить себе жизнь. Чтобы вам легче было усваивать материал, чтобы он быстрее запоминался и грамотно вот так укладывался кирпичиками и строил вам прочный фундамент. Первое. Первое, конечно же, нужно начинать с общей биологии. Вот смотрите, ребят, общая биология, я имею в виду строение клетки, химия клетки, деление клетки метоз, миоз, потом эмбриогенез, гометогенез, генетика. То есть вот это вот такой очень важный-важный кусочек, который вы должны пройти сначала. То есть здесь вы понимаете устройство на молекулярном и на клеточном уровне, в первую очередь, как вот это вот все происходит. Вы понимаете, как у вас клетки отличаются, там, не знаю, растительные от животных, от грибной, какие молекулы там есть, как у вас там, не знаю, белки устроены, как они денатурируют, чем у вас насыщенные липиды от ненасыщенных отличаются. То есть вот это очень такой важный фундамент, как у вас все работает на молекулярном и клеточном уровне. Дальше смотрите, что вы делаете. Вы переходите к многообразию организмов органического мира. То есть вы должны изучить все вот эти организмы, которые у нас тут есть. Ну не все, а те, которые есть в школьной программе. Кто это? То есть это вирусы, бактерии, грибы, растения и животные. То есть вот, да, то есть вы начинаете вирусы, как они у вас устроены, что они у вас делают, какие вирусы бывают, разобрались, поняли. Немного там информации. Бактерии тоже, бактерии не очень глубоко изучаются у нас в курсе школьной биологии. Ну то есть самые базовые вещи посмотрели, как у вас клетки делятся, как они устроены, где они, какие бактерии бывают по типу питания. Вот-вот-вот, все-все-все, какие паразиты, какие заболевания вызывают, чем от вирусов отличаются, как можно лечить вирусы, как можно лечить бактерии. То есть все, грибы. Грибы – это огромное царство таких потрясающих, интересных организмов. Но опять же, в школьной программе грибы проходятся достаточно поверхностно. Нужно знать основных представителей, да, и устройства, там, клетки, там, то, что на мицелляльное строение и так далее. Понятно. Дальше идет достаточно на глубоком уровне ботаника. То есть нужно знать всех вот этих, всю систематику, да, достаточно хорошо, да, там, водоросли, мхи, лишайники, папоротники, хвощи, плуны, гол, семенные, покрытосеменные, да, то есть систематика. Как у вас устроены органы и ткани покрытосеменных растений, то есть тоже достаточно глубоко. И чем они у вас друг от друга отличаются. То есть вы должны понимать, например, чем у вас маховидные отличаются от папоротниковидных, да. Вы должны понимать, в какой последовательности они у вас возникали с точки зрения эволюции. Что сначала были какие-нибудь низшие водоросли, а потом появились высшие растения, а потом эти высшие растения сделали себе, там, семена, появились семенные растения и так далее. То есть вот эта вот цепочечка очень важна. Когда вы будете проходить ботанику, обращайте внимание на систематику и на то, как у вас эти организмы возникали. И какие примочечки, да, ароморфозы у них появлялись в процессе эволюции. Дальше зоология. Ну, с зоологией то же самое, да, то есть зоология это очень много разных организмов, да, типов, классов, отделов. То есть и это нужно изучить достаточно подробно и понимать, чем у вас одни отличаются от других, да. Чем у вас, например, там группа, ну, не знаю, там рыбы, да, были рыбы, а потом появились земноводные. У них появились разные интересные примочки. Ум, что у них появилось там? Петипалая конечность рычажная. Зачем она появилась? Это тоже очень важный вопрос, что вы должны понимать, что это ароморфоз, да, что это какое-то крутое приспособление, которое позволило выйти на сушу, ну, и там ряд еще пунктов. Вот такая вот история. То есть, опять же, да, у вас в процессе изучения ботаники и зоологии выстраивается очень четкая картина мира разнообразных организмов, чем они друг от друга отличаются, какие приспособления у них возникают, да. Потом вы занимаетесь человеком. Человек это млекопитающее, да, и мы его проходим прям суперподробно, супер-суперподробно, разбираемся со всеми системами органов. В принципе, как бы человек это часть зоологии, да, только на очень таком глубоком уровне понимания процессов именно в нашем организме. И вот только после этого вы начинаете заниматься либо экологией, либо эволюцией. Это не суть важно. Смотрите, эволюция это историческое развитие нашего мира. Для того, чтобы понимать, как это все развивалось в течение времени, вам нужно знать, какие организмы есть сейчас и чем они друг от друга отличаются. А вы это уже знаете. Вы это знаете, потому что вы разобрали зоологию и ботанику. Вы знаете, чем у вас голос семян и от покрытосеменных отличаются, какие ароморфозы и адаптации у них возникли. Вот это все уже есть. А человек такой, вы вообще классно знаете. Это все-все-все-все. Это так легко ляжет. То есть, по сути дела, вы на эволюцию потратите, ну, совсем немножко времени. Вот буквально там, да, занятия 3-4, да, отрешать, посмотреть вот эти закономерности, знать, чем у вас там, не знаю, дивергенция от конвергенции отличается, ароморфоз от диадаптации. И все, потому что знания у вас уже есть. То есть вы как бы вот это вот все просто причешете. То же самое с экологией. Опять же, эволюцию, экологию можно менять местами, в этом нет никакого криминала. Экология – это наука, которая занимается взаимоотношением организмов между собой, с окружающей средой, изучает сообщество. И вот опять же, для того, чтобы понять, как у вас устроен лес, в каких отношениях там все живут, вы должны знать, кто в лесу живет и какие особенности у этих организмов есть. Конечно же, да, чем у вас елка отличается от травки, чем у вас лисичка отличается от зайчика. Это нормально, да. Вот тогда, вот когда у вас эти знания уже есть про всех организмов, экология очень легко ляжет. Помимо этого, в экологии есть еще разные адаптации на биохимическом уровне рассматриваться. Их тоже нужно знать. То есть не морфологически, когда, например, там у зайчика шерстка, а у дельфина нет шерстки. А вот именно на уровне биохимии. И когда вы это, откуда вы это возьмете? Из общей биологии, которая была в самом начале. То есть понимание насыщенных и ненасыщенных липидов даст вам понимание о том, почему там, не знаю, у морских водорослей, которые живут в холодных морях, больше ненасыщенных липидов. То есть вот откуда вы это возьмете? То есть вы возьмете это из той темы, да, из общей биологии. Поэтому, опять же, ребят, проходите темы в правильной последовательности, укладывайте свой фундамент правильно, а не вот так вот. И получайте классный результат. Еще хочу предостеречь вас одной ошибки. То есть проходите темы реально последовательно. Не надо проходить сегодня анатомию, а завтра проходить, там, не знаю, кольчатых червей. Не надо так, да, идите постепенно. Опять же, в этом есть ошибка некоторых онлайн-школ, у них так программа как-то странно устроена. И ошибка тех ребят, которые думают, я буду готовиться по открытым каким-то вебинарам, да. И сегодня я здесь послушал кольчатых червей, здесь я послушал, не знаю, там, строение сердца, а завтра я послушаю, там, не знаю, эволюцию. То есть вот тогда получается какая-то каша, это все равно, что строить фундамент. Сейчас я этот камень кину, завтра этот, завтра этот. И получается вот реально какой-то набор из фактов, которые не связываются вместе. А во второй части, во второй части нам нужны вот эти вот, вот мы отсюда, отсюда, отсюда и аккуратненько это связали в лаконичный ответ, который попадет в критерий. Поэтому, ребят, правильная последовательность изучения биологии, да, правильно подобранная практика, это залог высоких баллов. Иначе будет каша, каша, которая поможет вам перейти порог, но высоких баллов вы, к сожалению, ну, это практически невозможно, вот когда у вас все так вот, абы как. Поэтому я приглашаю вас на биофак, мы проходим тему в правильной последовательности. У нас очень крутые материалы, очень классно подобранная практика. И вот все это таким, так вот классно нанизывается, что в итоге происходит такая переоценка ценностей. Вы понимаете, боже мой, как красиво и органично устроен этот мир, как все просто, как здорово. Поэтому приходите на биофак, словите этот кайф. И в подготовке, потому что она не будет страшной, сложной, какой-то зубрежкой. Конечно, работать придется, но я максимально упрощу вам процесс и сделаю так, чтобы этот процесс был очень приятным и заставил вам много удовольствия. И самое главное, чтобы вы были довольны результатом. Вот как-то так. Всем пока, приходите на биофак. Продолжение следует...